Ну что, 14-0, Гибралтар проигрывает сборной Франции, и тут, наверное, вообще мы не будем говорить много про голы, это все понятно, их наколотили 14 штук, Жру там бьет рекорды, молодец, Сантос получает красную карточку за Гибралтар на 18-й минуте за грубую игру, и все, потом без шансов 100%, и так много голов ожидалось в этом матче, Ну 14-0 это просто, я не знаю, вы представляете, что вообще с фратарем под фамилией Коллинг, как он себя чувствует сейчас, я вообще не знаю, как спать после такого, как можно вообще нормально соображать в этом мире после пропущенных 14 мячей, мне кажется, без шуток можно с собой, я не знаю, придумать все что угодно, Ты странно себя чувствуешь, это психологический удар такой, что ты заканчиваешь с футболом моментально, после этой встречи можно ехать пить пиво просто и отдыхать Дешам выбрал сумасшедший состав на этот матч, Мбаппе, Тюрам, Гаман, Гризман, Миньян, Эрнандес, Мбаппе забивает с центра поля, Жру через себя бьет, ну короче, симфония голов, фанатов порадовали, в принципе, по таблице, первое уверенное место, понятное дело, Гибралтар 0 очков, Ну, это футбол, это такой футбол, и сейчас хочу поговорить про составы, сравним именно составы, сколько вообще они стоят, это очень важно, потому что статистика это понятно, статистику мы все любим с вами, но хочется посмотреть вообще сколько стоит Гибралтар, как они вообще играют в футбол, Вот посмотрите, 1,71 миллионов евро общая стоимость, сайт Трансфермарт это показывает, Франция расширенный состав 1,09 миллиардов евро, то есть понятно, да? Ну и смотрим, я думаю, что многие не знают вообще, что такое Гибралтар, кто там играет, но по сути типа а-ля Сан-Марина, типа охранники там ночных клубов, кассиры, бармены, учителя и так далее, ну, играют пацаны футбол, вот кто-то стоит 150 тысяч евро, кто-то 100, самый дорогой игрок, ну я тут листал, это 175, 150 тысяч, То есть играют Мэг Пайс, Линкольн, Сент Джозефс, Монс Кальпе, Манчестер 62, Тори Джос, Кадис, Уклан, Кадис не тот, это Джованил А вообще, да? Линкс, Уиком, Хельсингер, Телфорд Юнайтед, Катамаунс, без клуба, у нас есть человек просто чилит, там, не знаю, в семье отдыхает, я не знаю, ну просто, знаете, Я не знаю, стоит ли совать такие команды на такой уровень, потому что это просто издевательство, действительно, по матчу Гибралтар, ну, мяч принять нормально не может, там, это просто лига, не то чтобы аматоров, я думаю, что даже в самом ужасном турнире по мини-футболу, там, где играют люди с пивными пузиками, они все равно там бы проиграли, честно, вот. А тут ты играешь против Келлиана Мбаппе, тут ты играешь против топ-футболистов, просто против, ну, посмотрите стоимость, 45 миллионов, 15, 60, 180 миллионов стоит Мбаппе, стоит 40 миллионов Робьо, Тюрам 40, 50, у нас тут Эмери стоит, да, то есть Эрнандо 60, то есть топ-клубы, топ-клубы, Милан, Вестхэм, Арсенал, Бавария, Барселона, ПСЖ, Миланчик, Атлетика и так далее, то есть вот, вот вам и сравнение, вот вам и отбор на Евро 2024, и Франция, уверенно, идет на Евро. Вот такой вот матч, я не знаю, стоит ли вообще анализировать голы какие-то, что-то еще говорить, потому что все довольно-таки просто, 14-0 абсолютно без шансов, вот, 14-0, запомните эти голы, запомните, кто вообще их забивает, Вал, сейчас нормальное изображение для вас, открою, вот, смотрите, 14-0, завершился матч, ну, просто шок, просто шок, вот вам вся статистика. Обнял вас, подошел, обнял, отошел, подпишитесь на канал, напишите свое мнение в комментариях, и скажите вообще мне, стоит ли таким командам, как Гибралтар, играть на таких отборах против топ-коллективов, Да, это эмоции, что ты сыграешь против Роналду Мбаппе, но получать 14 мячей у себя в ворота, это просто шок, они там, наверное, даже не разговаривают после игр, но это же просто шок-контент.